Смотрите, как Ваня раскачивается сильно. Ваня, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Каскадер, смотрите, что делает. Опа! И ведь не боится, да, Света, смотри. Она же приходили, улетят, взяли. И Ваня вот так качает. Свет, ты аккуратно, сына. Света, ты с ним будешь здесь? Свет. Иди, смотри тогда за ним, я пошла. Чего, Машенька, опять? А эти нормально, их брызгай. Да они все там, опять. Ну ладно. Ладно, дорогие друзья, Маша, вот тебе 100 рублей. За улиток перевели, отдали, то есть. Держи. Зачем? А, ну ладно. Ребенок так решил. Что, у тебя караколасы все-таки погибли? Которые тебе присылали? Нет, Маша, их надо побрызгать еще, потому что вот там видно, что они еще есть. Они просто спят. Их надо в тепло поставить. И все. Ребенок расстраивается, когда что-то с улитками так. Белье висит. Сушится. И вот такие вот дела. Погода у нас... А? Чего, Катюша? Катюша с телефоном, там пароли до чего вводят, да? Ахриво водяное сделать? Нет. Не надо. Так что вот так вот. Катя в телефоне разбирается, пароли свои вводит. Скоро здесь надо будет ягодки собирать, компот варить. А сегодня хочу другие компоты, пару банок закатать. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Так, ребятки мои, замариновала курицу в соевом соусе с приправками. Пусть маринуются, просто до майонеза закончился. Сейчас начищу картошки и тоже сюда добавлю, будет все вместе мариноваться. И потом в духовке будем с вами запекать. Вот такой будет у нас легкий ужин. Так, замариновала курицу с картошкой. Постоит полчасика, я как раз успею помонтировать. И потом поставим в духовку запекаться. Так, уложила все на противень. Снизу у меня вот, где показать, вот здесь легче будет показать. Картошечка с лучком, а сверху курочка. Вот здесь я сделала из двух куриц все ножки, крылышки, филе полностью. Костя только на суп оставила, а остальное все запекать будем. Сейчас духовка разогревается и ставлю в духовку на 160 градусов, но на часик, может на полтора. По готовности будем смотреть. У меня духовка старая, поэтому она у меня долго пекет. Ребят, смотрите, напишите, как думаете, что это за ягода. Сегодня у меня муж почти весь день, да, ты, Влад, собирал? И напишите, что это за ягода, как вы думаете. Сейчас принес целое ведро, я буду компота делать. Пишите. Я даже для видео вот так вот одну раздавлю. Ну, а вы напишите, что же это за ягода. Вкусная. Жду от вас комментарии. Вот так вот муж целое ведро набрал сегодня. Я не буду говорить, что за ягода. Вы мне обязательно в комментариях напишите. Мы будем компота варить. Сейчас я курицу запеку. И потом буду по две баночки делать, убирать, убирать, убирать. Сейчас банки занесу. Трехлитровые компотов наделаю. Прям рада. До чертиков. Классно. Дорогие друзья, курица с картошкой запекла. Сейчас буду разлаживать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день. Я ходила Тайсину мясо вываливала. Шкурки от курицы. Эти фаланги. Мася у меня их не ест, а Тайсину отдаю. Вот такие дела. Муж у меня с сыном с утра уже сходили в лес. Принесли грибов. Сейчас вам покажу, что принесли. А у нас сейчас дождик моросит. Вот так. Так, вот первое ведро и второе ведро. Это все сейчас мне надо перебрать. Перемыть. Это у нас специальное ведро, чтобы в лес ходить. И вот такие вот синявочки. Тут тоже все основное синявочки. Но ничего. Зато картошку с грибами можно сделать. Би-би-би. Так, все. Перебрала все грибы, промыла. И сейчас пойду поставлю варить на летнюю кухню. В две кастрюли разложила. Вот такие вот у меня кастрюли получились большие. И сейчас наполню водой, добавлю соль и пойду поставлю варить. Пусть варится. Всем добрый день, дорогие друзья. Как видите, я накрасилась. Если это значит, мы едем в город за покупкой продуктами. Брат, он уже согласился нас повозить. Ну, меня повозить по магазинам, чтобы я закупила все, что мне надо. Сейчас сидим, ждем, когда он подъедет. И поедем по магазинам. Тут нет из-за того, что на рис, что у них тут для каши только. 74-64. Владик, иди сюда, я тут гречку еще посмотрю. Так, такая же. 900 грамм. Такая же гречка. 178. Давай пару пачек хотя бы возьмем. Рисы, пошли дальше. Рисы я немножко купила, потом еще закуплю рисы. Что там? По чем они? По 13. Здесь 64. Ладно, идем дальше. Мы приехали домой. Домой купили продуктов, набрали целую кучу. Папа тут стоит. Там Тайсон в лесу. В лесу. Все, давай таскать домой. Сейчас дома покажу вам полный обзор всех продуктов. Мы приехали уже с магазина, как вы видели. Закупку сделали. И сейчас покажу всего того, что мы купили. Ну вот, общий обзор. Рассказываю, что взяли. Ну, начну вот с этого, чтобы Маша сразу в холодильник убрала. Белый шоколад. Я любитель и дети любим шоколадку взяла. 15 рулонов туалетной бумаги. Масло хоть у меня есть, но я на всякий случай еще 3 бутылки взяла. Красная цена пока по 89. Дальше. Соус чили. Вот такой вот взяла. Машенька убирай сразу в холодильник. Питье мы брали. Это я себе брала, потому что мы по магазинам ездили. Пить очень сильно хотелось. На машине сегодня ездили. Потом взяла вот такой вот мажетель. По акции 59 рублей, что ли, или 89. Что такое, не помню. Дальше. Шампунь, который и муж, и сыновья у меня пользуются. Тоже постоянно берем. Взяла в пятерочке кетчуп. Красная цена. Очень нравится. Постоянно берем. Василиса, тебе сюда нельзя. Вкуснее, чем в магните. Поэтому берем в пятерочке. Взяла три бутылки, чтобы на месяц хватило. Дальше. Гречка, вы видели, я снимала вроде бы. В одном магазине снимала. Но вот три пачки взяла. И взяла на всякий случай две пачки гороха. У нас горох плохо едет, поэтому много не стала брать. Дальше взяла спагетти. Вот такие вот. Не знаю, тут, по-моему, 10 пачек я брала. Дальше. Макрошки вот такие вот какие-то интересные появились. Взяла раз такую пачку, два такую пачку, три таких пачки вот интересных. И две пачки взяла с бантиками. Короче, сегодня закупка по крупам была тоже. Дальше. Наши любимые колбаски по 99 рублей по акции были. Взяли две штуки деткам. Имбирь забрала еще одну пачку. У нас сейчас, так как Ильюша дома, он улетает просто в лед. Поэтому заказывала на Валберес. Пришел, заказ забрала. Дальше. На развес взяла деткам чупа-чупс. Хоть конфеты у нас и много, но чупики у меня дети обожают. Поэтому взяла. Также в фикс-прайсе что взяла? Чай свой любимый зеленый. Две пачечки взяла, потому что у меня заканчивается. И вот такой вот чай мы уже второй раз берем. Очень понравился. Очень хороший. По 149 в фикс-прайсе. Так, вот так вот поставлю, чтобы не мешался. Дальше. В этом же фикс-прайсе взяла зубные пасты с щетками деткам. Вот это вот Марине розовенькая. Видите, там зубная щетка розовенькая. И зеленая Ваня. Потому что у них закончились зубные щетки. У них старенькие стали. Поэтому взяла. Потом деткам остальным у нас в магазине возьму щетки. Дальше. Что я в фикс-прайсе брала? Тетради разные. Машенька, держи. Я буду тебе давать. Такая тетрадь. Такая тетрадь. Она на 48 листов. Многие писали, Настя, зачем тебе обязательно с рисунками? Нет. Просто на 48 листов получается там подешевле. Я не знаю, где у нас еще дешевле. Именно на 48 листов в тетради. Поэтому я беру их в фикс-прайсе. Красиво. Вот это мне очень понравилось. Но одна такая была. Дальше набрали кучу бананов по 54 рубля в пятерочке. Потом увидела вот такие вот бантики. Я когда-то их уже покупала. Они мне очень понравились. Вот взяла еще две пачки таких бантиков на запас. Короче, сегодня круп я очень много набрала. И последняя моя покупка. Это вот курицы Акашева. Тут 6 штук. 6 курей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 курочек. Вот такие вот, ребята, у меня были закупки. На что хватило. Хотела еще сахар купить. Мы объехали сегодня 3 пятерочки. 2 магнита. Также на оптовую базу в лагере заезжали. Нигде, ребята, представляете, нету сахара. Но вот я хочу еще на одну оптовку позвонить, спросить. Может, там сахар есть. В целом, вот так вот. Закупку такую сделала. Пишите, что вы думаете насчет этого. Я знаю, что вы скажете, Насте, вот чупа-чупсы не надо было брать. Там что-то еще не надо было брать. Но вот в целом, что смогла закупить, закупилась. Еще вот надеюсь, хотя бы сахар купить. Но нет, так значит, будем ждать, когда привезут. А так, в принципе, все. И сейчас моя задача, что разрезать всю эту курицу, убрать в морозилку. Крупы в стол. Имбирь сразу убрать в контейнер переделать. Туалетную бумагу, масло. Все убрать, короче, со стола. Ну что, пишите ваши комментарии. Будем очень ждать. Осталось еще, конечно, закупить овощи кое-какие. Но это будем уже у нас тут в магазине в овощном брать, чтобы не возить с города, не таскаться. В целом, там еще овощи закупим. Я часто в город ездила, надеялась все-таки купить сахара, потому что я хочу наварить компоты. Муж набрал много черемухи, надо что-то с ней делать. А сахара у меня мало. Но пока сделаю то, что есть. И надеюсь, что в ближайшие дни сахар приведу. Овощи еще, конечно, надо закупиться по овощам. Но посмотрю, схожу по магазинам, где кто-то, овощи есть. И обязательно закупимся. Вот такой вот был сегодня ролик. Но это еще не окончательно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите, что я бы еще... Что бы можно было еще из круп докупить. Ну вот, я беру в основном крупы те, что у меня едят дети. Которые крупы они у меня не едят, я их не беру. Ладно, вот такие вот дела. Вот так вот.